плотную сегодня у нас 25 октября 2016 года вот вечер у нас вот рыжка матерь буски поймала сегодня мышку умница отдала своей дочурки буски это чё и вижу поиграться сперва так уж у них заложено сперва поиграется а потом так и съедает мышек мышка уже мертвая все это белая крадется не подходи и горит моя мышка так уж господь вложил в кошек чтоб мышей ловили домашнее животное белая такая она может и забрать вот и начинающие за компьютером сейчас у нас 8 часов вечера вот Вот рыжка села туда, и вон там и поймала мышку. Видно, что мышка небольшая, молодая еще видимо. Вот он, она опять там села. А, это оттуда, вон она сидит, на вершине. Вон там залезла, это там она ее. Ну да, там надо узнать, посмотреть какие там дырки. Вот так кошки. А без кошек что бы было? Вон она, ну это мышонок. Ох, она что-то с ним делает-то. Вот все в ней, сейчас поиграет и обязательно съест. А там дырочка, это там у меня зерна полно на крыше для голубей, и там мыши орудуют как хотят. Кошек туда не посадишь, холодно. Это летом они там порядок наводили. Вон она какая лежит, видишь. Ах ты. Вот ей Бог дал это, почему в Египте так смотрели. Говорит, за смерть кошки была смертная казнь человеку. Я слышал, где-то в каком-то месте за разорение улья пчел казнили людей. Ну вот как вот в Индии корову там задавило. Советский корреспондент пишет, говорит, она зашла. А он, ну бедный, там собрал что там, капусту, бананы продает. Корова зашла, у него есть, и он не имеет права ее прогнать. В одном месте читал, это я сам считал, вокруг света, Бомбей, город в Индии. Ну большой самолет там, какой там, Боинг прилетел, там человек может быть 300. А на поле где-то прорвались, коровы ходят. И прогнать нельзя, и самолет летает над городом, не может сесть. Это вообще невероятно. Так один сотрудник говорит, он тут же срочно, мигом помчался в зверинец, в зоопарк где-то, и записал рев льва. И этот магнитофон скорее на аэродром и включил громко-то, и коровы как усыхали, лев ревет. Они хвост с дудкой и все пошли. Ну до того удивительно, как это можно так? Сотни людей в воздухе и какая-то корова. Да что ж такое-то, прямо совсем никуда. Ну это у нас, видишь, как разбирается. Самый экологически чистый. Вот она стоит, как будто бы такая есть, маленькая. Но это не землеройка, это видимо настоящая мышка. Ну да. Ага. Вот твой носик маленько подлиннее. Я пошел, они у меня весной 4 полных мешка пшеницы съели. Одна труха. Вот она как. Ох, что-то. И прыгнет, и поднимет, и мышку так крупным планом покажет. Что сказать надо? Ну сейчас я возьму. Постань-ка. Подожди-ка. Бузка. Ну-ка подожди маленький. Давай поднимемся. Ну-ка. Сфотографируй. Ну-ка гляди. Ой. О! Укорябал у меня. Сам виноват. О! Она не может нарадоваться, что такое давно не было. А сама-то она где там поймает? Она сидела же. Вот. Да, сидела. Вчера сидела, она слышит там. Вот ей четвертый месяц идет. А рыжка опять насторожилась. А рыжка сидит там, ждет. Там ободрали они. Они там прокопали. Видимо где-то там дырка есть. Ну пускай. Удивительное дело. Мышка. Ну все, хватит. Давай тут послушаем.